У нас сегодня 66-й урок по книге Шмот. Находимся мы в недельном разделе Трума, 25-я глава, и разбираем мы то, как Тора описывает семисвечный светильник Менура. Мы о нём говорили и на прошлом уроке. Разобрали мы комментарии Раба Шимшин Ульфой Ле Ирша, так как он представляет себе символику Менуры. Сегодня я бы хотел немножко больше расширить этот вопрос. То, что представил Раб Ирш, это его видение символики Менуры в целом. Но Менура, оказывается, когда мы смотрим, как Тора её представляет, то она рисует здесь много-много-много деталей, мелких деталей. Сделай светильник из чистого золота. Чеканным пусть будет сделан светильник. Это мы всё объясняли. Имеется в виду, что не припаиваются к нему отдельные части, а он делается целиком из одного куска золота путём чеканки. Его основание, стебель его, чашечки, завязи и цветы должны быть из него. Шесть ветвей должны выходить из его боков. Три ветви светильника с одного его бока и три ветви светильника из другого бока. Три миндалевидные чашечки на одной ветве, завязи и цветок, и три миндалевидные чашечки на другой ветве, и завязи и цветок. И так в шести цветках. Цветки, завязи, чашечки. Их точное количество, сколько их должно быть, и где они должны быть расположены. Вот что касается всех этих частей, вопрос принципиальный – следует ли искать аллегорического объяснения и их тоже, их вида, их числа, их расположения, или же нет, или перед нами, скажем, эстетические декоративные детали, и рассматривать их так как попросту декоративные детали. Вот какой вопрос мне хотелось бы обсудить. В целом, нужно сказать, что есть два разных подхода среди наших мудрецов и наиболее ярким представителем первого подхода – это рамбом. Правда, этот подход рамбом сформулировал не здесь, не в вопросе о символике миноры, семисвечника, а в общей дискуссии на тему «таамей хамитсвот», то есть смысл заповедей Торы. Вот в своем центральном философском произведении Мурена Вухим, 26 главе третьей части, рамбом пишет следующее. «Подобно тому, как еврейские мыслители не единодушны в отношении того, являются ли деяния Божьи следствием его мудрости или следствием его воли, не преследуя перед этим никакой конкретной цели, точно так же они разделились во мнениях, касательно данных нам Богом заповедей». Я поясню, что имеется здесь в виду. Прежде всего, мы знаем, что нет среди еврейских мыслителей единодушия по поводу, по вопросу о том, следует ли нам искать смысл и цель творения мира. Мы можем найти мудрецов, которые скажут, творение мира исходит из воли Всевышнего. Воля – это вещь неаргументированная. Что такое воля? Воля означает желание. Хочу. Смешно и неумно спрашивать, а почему ты хочешь? Почему хочу? Хочу. Воля означает вещь, которая противоположна причинности. Причинность – значит, я не хочу. Если я говорю, что я хочу спать, это неправильно, я не хочу спать, я вынужден спать, потому что я устал. Есть причина того, что я направляю с кровати и ищу подушку с идеалом, я просто устал. Хочу – это значит, нет причины. Единственное, что у меня есть – желание такое. Воля. Стало быть, если в основе творения воли Всевышнего, тогда нет смысла рассматривать вопрос о том, а для чего он это сделал. Воля. Есть другие, которые говорят нет, нужно искать, безусловно, то, что называется тахлит-абрия, то есть цель творения, и легитимное мнение тех и других. Говорит, Рамбам, мы не найдём здесь единодушия. Аналогично. Рамбам здесь связывает вопрос о томе и митсвот в смысле заповеди с дискуссией по поводу цели творения. Точно так же в вопросе о заповедях найдутся авторитеты, которые скажут, что источник заповедей – это рацион ашем, то есть воля Всевышнего, и нет смысла, и не нужно, и глупо, может быть, даже искать цель заповедей, смысл заповедей, и выискивать, выяснять, какую пользу они могут принести. Есть другие, которые скажут безусловно нет, это не так, и очевидно, у каждой заповеди есть свой смысл, но каждая заповедь преследует определённую цель, есть от неё польза и так далее. Это вопрос спорный. Продолжая дальше. Некоторые из них не ищут смысла, никакого смысла, поскольку полагают, что заповеди мотивированы исключительно Божьей волей, а другие, наоборот, утверждают, что всякая заповедь и всякий запрет продиктован его мудростью, то есть источник – это не рацион Ашем, а хохмат Абуре, мудрость Творца, и тогда уже нужно сказать, что они служат, что каждая заповедь служит определённой целью. Соответственно, каждая заповедь имеет причину и была заповедана ради какой-то пользы, которую только мы не всегда сможем понять. Это не значит, что если я постулирую, что должна быть цель у каждой заповеди, это значит, что я могу ответить на вопрос, а вот у этой заповеди какая цель, очень часто ответ будет не знаю, не сообщили. Если бы Всевышний ещё и сообщал бы, то вопрос бы рассматривался по-другому, но не сообщил, а сам я вовсе не всегда могу думать о том, что я могу догадаться, какова здесь цель и какая может быть польза от этой заповеди. Но это не значит, что если я не понимаю или я не знаю, это не значит, что я буду это отрицать, это не значит, что я буду огульно говорить, коли так, то и нет смысла у заповедей. Мы не всегда можем разглядеть содержащуюся в них мудрость. Здесь Рамбом задаёт вопрос. Если сам-то Рамбом, он это несколько раз подчёркивает, он придерживается второго взгляда, что у всех заповедей, конечно же, есть цель, есть смысл и есть польза, которую они приносят. У каждой заповеди своя. Но коли так... Как нам отнестись к... С одной стороны, говорит, у каждой заповеди, но ведь мы знаем, что мудрецы выделили группу заповедей, по крайней мере, которую они назвали «хукин», законы, ещё как-то их переводить, по отношению к которым они установили, и так говорят, что это те вещи, о которых, скажем, такие как запрет шатнес, запрет носить одежду, сотканную из шерсти и льна вместе, или запрет варить мясо в молоке и так далее, о которых мудрецы говорят «хукаха», это те вещи, те заповеди, по отношению к которым всегда есть некоторое сопротивление, поскольку они совершенно непонятны, ради чего и для чего, и какой в них может быть смысл, и цель, и какая польза. И по отношению к ним сказано «хукаха», «кактик», «зирага», «зартияна», «харшут», «лэрэрэхарэ». Таков закон, закон такой я установил, сказал Всевышний, такое постановление постановлено, и ты не имеешь никакого права сомневаться в этих заповедях, то есть твоё дело выполнять. Как же можно это совместить с тем общим представлением о том, что у каждой заповеди есть смысл и цель и польза, только мы не всегда знаем. В Трампе то же самое и здесь. Большинство мудрецов по поводу этих заповедей, то, что называется «хукин», это иногда говорят, так иногда мне приходится слышать на различных уроках и популярных лекциях, есть заповеди, у которых нет, объяснение, или заповеди, у которых нет смысла. Чего подобно, говорит Трамп, есть смысл у этих заповедей. Просто мы различаем между двумя видами заповедей. Большинство мудрецов не считает, что у них нет никакого смысла. Напротив, они полагают, что каждая из них преследует свою определенную цель, только нам, в силу скудости наших знаний и ограниченности нашего интеллекта неизвестно, в чём конкретно от нас заключается. То есть, эти самые заповеди, «хукин» – это не заповеди, у которых нет смысла. Ни в коем случае, говорит Трамп, это заповеди, смысл которых неизвестен. Итак, каждая заповедь, подчёркиваю ещё раз Рамбом, свою позицию, каждая заповедь, будь то позитивное или запрещающее предписание, обязательно имеет свой смысл. Это верно, как по отношению к заповедям, польза от которых несомненно, например, запрету убивать, воровать, как и по отношению к тем заповедям, польза от которых непонятна, такие как «Урла», «Келиакерим» – запрет, «Урла» – запрет, пользоваться плодами дерева первые три года после того, как оно высажено, или «Келиакерим» – это запрет засаживать злаками виноградник, заповеди, польза от которых, понятно, всем называются «Мишпатием», а польза от которых не ясна, а называется «Хуки». А не то, что у одних заповедей есть смысл, а у других нет, нет, просто в одних заповедях их объяснение лежит на поверхности, в общем-то, не так уж трудно дать им объяснение, дать, а Всевышний не сопроводил объяснениями никакие заповеди, это мы им даем объяснение, но одни заповеди легко объяснить, а другие заповеди трудно объяснить, ну, очень невозможно пойти, найти-то какое-нибудь объяснение, которое удовлетворяет разум человека заповеди запрета засевать виноградник с лаком. что здесь такое плохое есть, что-то поужасное, ты ничего не видел. Вот эти вещи называются «Хуки» не потому, что у них нет смысла, есть, только он нам не постижим, и постоянно говорится «Ибо это не пустое для вас», то есть, смысл заповедей это вещь не пустая для вас, а если и пустая, то из-за вас, то есть, если оно вам кажется пустым, то это не потому, что оно пустое на самом деле, а это потому, что вы не находите мозги у вас, недостаточно мышления, недостаточно интеллекта, недостаточно знания для того, чтобы ответить на эти вопросы. Продолжать дальше рампу, но что делать? И после того, как утверждаешь, что у всех заповедей, безусловно, есть цель и польза от каждой заповеди, я нашёл у наших мудрецов мидраж и берешит раба высказывание, при размышлении о котором вначале вроде бы кажется, что некоторые заповеди действительно несут в себе смысл и пользу, а смысл от них только само исполнение заповедей, то есть, вторая сторона, если у этой заповеди нет никакой пользы она не приносит и смысла внутреннего у него нет. Тогда для чего же она нужна? Тогда нужна только для одного, то есть, это воля Всевышнего, императив, воля Всевышнего, который повелел тебе для того, чтобы ты подчинялся. Сказано нет, ты не делаешь. Сказано делай, есть я делаю. Так можно понять этот мидраж, читая его поверхность. Никакой другой цели в них не заложено, никакой пользы в них нет, о каком конкретном мидраже идет речь. Я вам сейчас процитирую. Спрашивают мидраж так. Какая разница Всевышнему между тем, кто режет скотину со стороны шеи, так как нужно, называется шхита, и тем, кто режет со стороны затылка, как запрещено. Какая разница? Отвечает мидраж, разницы, конечно, никакой нет. Значит, ты должен сделать вывод, что заповеди долны только для того, чтобы исправиться помощью создания, как сказано, слово Бога исправляет, и так далее, и так далее. Прямо так и сказано. Какая разница, резать отсюда или резать оттуда? Без разницы. А для чего долна это заповедь и подобное ей? Только для того, чтобы исправлять творение. То есть, чтобы подчинялся, и все. Сказали, отсюда режь, а тут не режь. Так и делаем. Продолжает Рамбом, несмотря на то, что это высказывание резко отличается от всех остальных, и ничего подобного ему не найти в словах мудрецов, я нашел ему объяснение. Есть. Вот послушай его сейчас. И оно в том, что у заповеди в целом, несомненно, есть причина, и она дана ради какой-то пользы, но при ее детали, скажем, что они лишь ради заповеди. Вот мелкие детали заповеди, они... Вот пример. Забой животного ради хорошего пропитания, но это дело, польза от которого и сна. Но вот то, что... Как это должно делать? Вот именно разрезанием шеи, именно поперек, а не вдоль. И то, что нужно перерезать дыхательное горло и пищевод в определенных местах, вот все эти и подобные им детали заповеди, вот они уже, они уже, они даны только для основной заповеди. Иными словами, Раму проводит здесь следующее развлечение. И это важно знать иногда, когда люди слышат какое-то объяснение смысла какой-то заповеди, тут же задают вопросы, а как же так? А вот ведь скажут, задают вопросы по поводу какой-то детали заповеди. Это объяснение никак не объясняет эту самую деталь. Конечно, не объясняет Глд Трампу, она не собирается ее объяснять. Потому что детали, все, что мы говорим, объяснение смысла заповеди, который мы находим, это объяснение смысла заповеди в целом, но ни в коем случае не ее деталь. И если, предположим, Тора говорит, Тора велит, чтобы человек, если он находит гнездо птицы, в котором птица сидит на яйцах, то нужно отогнать птицу и забрать яйца, то вещь, то объяснение может быть дано для того, чтобы подобного рода заповеди, как это, или, как, например, запрет резать в один и тот же день отовое дно, то есть запрет резать в один и тот же день мать и теленка, корову с ее теленкой вместе, все это может быть объяснено, что Тора хочет воспитать в нас нежестокими, чтобы качества характера наши отличались от качества характера других людей, чтобы не было в нас жестокости, чтобы были у нас хорошие качества и так далее. Ну, а спросит кто-нибудь, а если так, если в этом все дело, то какая разница будет от того, например, где человек нашел это самое гнездо с яйцами, нашел ли он это на дороге, или он нашел на подоконнике своей квартиры, и он нашел это на заборе, он нашел где-то, а все это, безусловно, разница в одном случае, есть обязанность, в другом случае нет обязанности, какая разница, если дело в том, чтобы воспитывать в себе милосердие и чтобы не воспитывать в себе жестокость, какая разница, где находится это гнездо? Конечно, никакой разницы нет, а объяснение вовсе не собирается объяснять все детали заповеди, оно дает объяснение заповеди в целом. Что касается мелких деталей заповеди, не будем искать им объяснения. Они, вот про них и сказано, какая разница Всевышнему, режут со стороны шеи или режут со стороны затылка, заповеди даны для того, чтобы ими очищать творение, очищать людей, т.е. даны тебе эти детали, чтобы ты их выполнял скрупулезно подчиняясь этим законам. Ну и вот с этим самым подходом Рамбам объясняет и те заповеди, которые касаются ближе к нашей теме, а именно Мишкан, храм и жертвоприношение в нем. Пишет Рамбам так, это снова в Мурену-Лухим, только уже чуть дальше, не 26 глава, а подальше. Заповедь о жертвоприношениях служит великой цели, большой цель. Наряду с этим мы не можем объяснить, почему в одном случае для жертвы требуется ягненка, а в другом – баран. Одна жертва требует именно ягненка, а другая – именно барана, а третья – именно козла. Почему так? Есть у нас объяснение? Нет, и не нужно. И почему их количество должно быть строго определённым? В одном случае два, а в другом случае один, а в третьем случае их 14 должно быть. Последнее вообще невозможно обосновать рациональным путём. А если кто-нибудь всё-таки постарается найти объяснение, почему семь или почему два, там это бесполезно, почему, потому что в тот момент, когда всякий, кто утруждает себя поиском смыслового значения в отношении частности этих заповедей, в моих глазах доходит до абсурда. А тот, кому представляется, что каждая деталь имеет свой определённый смысл, далёк от истины. Ведь что спрашивают? Люди спрашивают, почему в этом случае приносится ягнёнок, а не баран? Знаете что, давайте скажем по-другому – пусть будет баран, а не ягнёнок. Что тогда? Тогда всё будет понятно. Тогда будет обратный вопрос – а почему баран, а не ягнёнок? Так что мы разрешим? Тот же самый вопрос был бы задан, если вместо ягнёнка принести барана, поскольку следует, кого-то же надо приносить в жертву, и любой, которая должна сказать, кого? В жертву должна быть. Кого? Животное. Какое? Ну, ягнёнок. А почему не баран? Хорошо, баран. А почему баран? Хорошо, козёл. А почему? Какое-то же надо сказать. Ну, так сказано, какое. Нет никакого смысла решать, почему именно такое, а не другое. Животное. То же самое можно ответить на вопрос – а количество приносимых в жертву животных? Почему приносится в жертву 7 ягнят, а не 8? Тот же самый вопрос был бы задан, если бы животных было 8, а не 7. А почему именно 8? Или 10, или 20? Поскольку так или иначе требуется же принести определённое их количество. Мне надо сказать, принести эти животные, неважно, сколько. Сколько. А любое число, которое укажем, будет вопрос – а почему? Таким образом, не стоит спрашивать, почему именно это возможно, а другой нет, ибо даже если бы не было, если бы всё было иначе, всё равно неизбежно возник бы тот же самый вопрос. Так Рамбом полностью отказывается от попыток найти объяснение и считает абсолютно нецелесообразным искать объяснение деталей заповедей, заниматься дешифровкой, скрупулёзным изучением всех мелких деталей в отношении к тому вопросу, который мы сегодня хотели объяснить – это Менура, сколько у неё было завязей, сколько цветочков и сколько чашечек и сколько… Объяснять все эти детали нет абсолютно никакого смысла. Но подход Рамбома не все приняли, да и странно было бы, если бы все приняли, потому что для многих людей с большим трудом укладывается не в голове такой подход, что вот эти детали, они… Ну да, ну есть там семь ягнят или восемь, а могло быть восемь, а могло быть восемь, а могло быть двенадцать. А что, никакой разницы нет? Нет. Не все могут за этим согласиться. Так, например, Раби Цхака Рама в комментарии своего македата Цхак пишет так. «Мы говорили об общем смысле заповеди Меноры, из этого семисвечника, тем не менее сказанного недостаточно для того, чтобы понять, в чём заключается смысл всей её деталей». То есть, общую символику мы объяснили, но этого мало, нужно же объяснить детали. А кто сказал, что нужно, Рамам сказал, что не нужно. «Следует обратить внимание на то, насколько скрупулёзно божественная мудрость описывает Менору, её форму, её внешний вид, её высоту и размеры. Если бы само описание, говорит, акедата Цхак, было такое общее, ну, ведь вот семисвечник, семь там веточек, ну, и лампадки, нет, точно описывает, сколько и как, и где они должны быть. Если всё это не имеет никакого смысла, то зачем тогда такое подробное описание? «Божественная мудрость описывает Менору, её форму и внешний вид, её высоту и размеры. Ведь помимо того, что у неё должен быть ствол посередине, по обеим сторонам которого выходят три ветви, есть ещё и чашечки, и завязи, и цветочки, и три миндалевидные чашечки на каждой ветве, и снова завязи цветочек, и всё это помимо чашечек и цветков на самом стволе? Ну, невозможно! Как можно допустить мысль о том, что обо всей этом Бог заповедовал нам произвольно? По-моему, это появление случая. Почему шесть? Ну, уже, а почему не семь? Ну, вот так вот, шесть, а лучше чем. Могло бы было быть и семь, а есть шесть. Ведь если в свитке Торы, понимаем, что свиток Торы, в котором недостаёт хотя бы одной буквы, он негоден. Или есть одна лишняя буква, он тоже негоден. А что мы делаем здесь? Мы говорим, есть целый ряд деталей в Торе, написанных словами, предложениями, они, ну, неважны. И дальше не значит, что их можно стереть, конечно. Так, но они неважны. Как это представить себе? Боже упади нас от мысли о том, что Творец в его совершенной Торе повелел привести столь пространный перечень деталей, которые необходимо изготовить. И всё это только до их изготовления. А уж во входе изготовления мастера будут видеть в этом только вопросы эстетики, декора и так далее. Как можно себе это представить? Ну, и вот это два подхода. Подход Рамбома. Нет никого смысла искать объяснения аллегорические или какие-нибудь другие деталям мелким. И подход других – это и Акидат Ицкааки, и Абарбанель, и многие-многие-многие другие комментаторы, которые стараются найти объяснение всем самым мелким деталям, и почему эти детали, и почему их такое число, и почему они так расположены. Вот возьмём пример. Сам Рамбом, когда он объясняет заповедь миноры, он тратит на это всего две строчки. Напротив занавеса в храме была, в мешкании была расположена минора для почёта, млеховод. То есть, это здание храма или шатёр, собор, но он должен был внушать людям, к нему нужно было относиться с уважением. Стало быть, здание должно внушать уважение. Как? Очень просто. Ведь сам вид обители, озаряемый беспрерывным светом светильника, сокрытого за занавесом, он уже внушает уважение. Вот и всё. И больше ни слова, это вполне достаточно. Есть светильник. Для чего? Чтобы свет был. А свет зачем? Для того, чтобы внушать уважение. Так уж человек устроен, что когда он видит, что здесь постоянно-постоянно горит свет, он к такому месту относится более уважительно. Всё, больше ничего. Больше Рамбом не прибавил ни слова. «О чашечке завязь, лампе». В отличие от него Донецкака Барбанель пишет пространный-пространный комментарий. «Сразу за занавесом было святилище», т.е. тоже называется «Кодеш Кудашим», «Святое святых», «Святая святых». В нём располагалось три храмовых предмета. Стол, менура, жертвенник для воскурений, что олицетворяла собой следующую идею. Вот три предмета там стоят. Есть определённая символика. Какая? Идея следующая. Несмотря на то, что человек соблюдает заповеди Торы, символом которых является Ковчег Завета, в котором… А что есть в Ковчеге Завета? Там есть скрижали, на которых написаны заповеди Торы. Итак, человек соблюдает заповеди Торы. Соблюдает он их не ради награды, а только потому, что Тора повелела. Всё-таки Господь не задержит причитающуюся ему награду. Награда бывает двух видов, пишет Барбанель. Бывает награда материальная, бывает награда духовная. Что такое награда материальная? Ну, это материальные блага, богатство, почёт и т.д. Это с правой стороны, где стоит стол. Стол – это символ богатства, на нём хлеб, символ изобилия, богатства, власти, почёта, всего того, всех тех материальных благ, которые можно получить в награду за исполнение заповеди. Заповеди у нас по центру, по центру стоит Ковчег, в нём заповеди. Есть другая награда. С другой стороны, это менура. Менура – символ мудрости. Для человека, который стремится к мудрости, для человека, который стремится к пониманию, для него самая большая награда – это понять что-то, это понять что-то. Если он учится, если он старается познать, то в тот момент, когда вдруг есть у него озарение, и он понимает что-то, что не понимал до сих пор, вот это для него самая большая награда. И это тоже награда за заповеди. Её выражает менура, семисвечник. Есть такая, есть такая. Это награда духовная для души, как сказано, душа человека. То есть, душа человека – это светильник Божий, лампада Божия. Не останавливается на этом Абарбана Линча, на это входить уже в детали. Её семь свечей. Почему именно есть семь лампад? Они олицетворяют собой семь наук. Если мы сказали, что вся менура, весь светильник – символ познания, мудрости, постижения, понимания, то почему там есть семь? Ибо есть семь наук. Что это за семь наук? Об этом ещё говорили древние греки, говорили о семи свободных искусствах или о семи дисциплинах. Что это за семь? Они были так выставлены в таком порядке, который устанавливает уровень важности изучения. Во-первых, есть искусство слова. Это включают в себя две дисциплины, а именно грамматика и риторика. Грамматика – умение правильно писать, риторика – это умение хорошо и правильно говорить. Это две науки. Следующий уровень – это уровень мышления, а именно диалектика. И таким образом три. И есть ещё четыре числовых дисциплины. Сюда входит арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Вот это есть тройка и четвёрка. Тройка – науки слова и мышления. Четвёрка – наука о числах. Вот это вот семь наук. Так это было ещё со времён грека в античном мире, и всё античное знание, в общем-то, старалось устроить обучение в соответствии с этим разделением на семь дисциплин, семь наук. Итак, семь ветвей светильника, семь ветвей семисвечника – они символизируют семь наук. Но все эти семь ветвей, они выходят из одного основания. А её семь свечей олицетворяли собой семь наук, коренящихся в божественной Торе. Потому что основа, основа всех, всего знания и всех наук и всего познания в Торе. Все её свечи были обращены в сторону центральной свечи, а она, в свою очередь, была обращена по направлению к святая святых, символизируя тем самым, что истинная мудрость должна гармонично сочетаться с фундаментальными принципами Торами, которые хранятся в Ковчеге, который, в свою очередь, пребывал святая святых. Что имеется здесь в виду? Здесь, говорит Абербанель, в аллегорической форме нам дан один очень важный принцип еврейского мировоззрения, а именно. Есть известная философская проблема, которая поставлена, она ещё была выведена раби Сади Гаоном в названии его книги «Эмунот в Деот». Что такое «Эмунот в Деот»? «Эмунот» – вера, «Деот» – познание, т.е. человек познаёт мир, в котором он живёт, ну и самого себя вместе с ним, из двух источников. Один источник – это знание, профетическое знание, которое дано ему через откровение свыше, когда Всевышний, который створил мир, открылся людям и дал им какие-то определённые знания. Есть совершенно другие знания, эмпирические, которые человек приобретает, изучая конкретно мир вокруг него. Изучая его, анализируя, пытаясь систематизировать, пытаясь вводить какие-то закономерности, более или менее удачно. В каком отношении находятся эти два источника и два вида знаний? Т.е. как мне быть, если в какой-то момент два этих видов знания придут в столкновение? И, скажем, эмпирически выясняя какой-то вопрос, я приду к выводам, которые будут противоречить то, что мне известно из Откровения от Синая и Сторы. Как в этом случае я должен себя вести? Что я должен? Либо я должен сказать, что поскольку эмпирическое опытное знание – это основа всего, то мне нужно здесь вносить коррективы в свою веру, или я должен сказать, что поскольку у меня есть знание, полученное от Синая, вера, она требует коррекции знаний эмпирических, научных и т.д. Иными словами, вопрос, который обсуждается. А Барабанель придерживается взгляда, который был сформулирован ещё рамбомом очень-очень. Т.е. поднята эта тема в еврейской… Не евреи были первыми, кто подняли эту тему. Он здесь шёл только вслед за арабскими мыслителями, которые активно это обсуждали. А рамбом сформулировал это довольно чётко, что истинная мудрость – это та, которая подтверждает знания, полученные нами на Синая, полученные нами в результате откровения Бога. Т.е. что касается всех… Основа знаний, основа пониманий – это то, что мы получили свыше. А что касается всех знаний, которые мы получаем, изучая мир другим способом эмпирическим, знаний, которые даёт нам наука во всех её дисциплинах, то мы их используем для того, чтобы проиллюстрировать и подтвердить те знания, которые у нас есть из откровения, которые у нас есть от Синая. Подходят эти научные знания тому, что есть от Синая? То хорошо. Истинная мудрость та, которая… Но мы никогда не будем изучать эти вопросы совершенно открытым образом и скажем так… Сейчас будем изучим какой-то… вопрос, начнём с сомнения, скажем, как начинает мыслить там, а есть ли Бог? Так, вот сейчас будем рассматривать этот вопрос. Ну и куда нас приведёт? Если приведёт к выводу, что Бог есть, тогда хорошо, Бог есть. А если приведёт к выводу, что Бога нет, значит, тогда придётся сказать, что очень жалко, но этого подхода здесь нет ни в коем случае, этот подход мы не приемлю. Поэтому и говорится, что все эти семь, все семь наук, всё, что они могут дать, все семь видов человеческого знания, которые человек приобретает благодаря своему разуму, они все исходят из божественной Торы и не должны ей противоречить. «Минора была полностью изготовлена из чистого золота, демонстрируя тем самым, что истинная мудрость не должна быть запятнана никакими чужими идеями, идущими вразрез с иудаизмом». Т.е. можно заниматься науками, дисциплинами и т.д. при одном условии, что всё это должно проходить через сито. То, что не соответствует Торе, принимать это и изучать эти вопросы не следует. «Чашечки, завязи и цветочки олицетворяли собой взаимосвязь различных наук и знаний, которые словно ветви на дереве разветвляются одна от другой». Это многие комментаторы подчёркивают, что менура имела вид дерева, в дереве есть процесс разветвления, и точно также все науки и дисциплины, которые человек изучает, между ними такая связь. Т.е. очень часто одна дисциплина, она ответвляется от другой и развивается уже в самостоятельную науку. А сама менура была выкована из цельного слитка золота, символизируя тем самым, что все виды наук сливаются в едином источнике. «Ведь мудрость уподоблена единому цельному строению, состоящему из семи составных частей в соответствии с семью основными науками». Это и олицетворяла собой менура, которая была выкована из цельного куска золота и разделялась на семь литков, и так далее, и так далее. Это подход Абарбонеля, совершенно иной, очень не похож на подход Рамбома, Абарбонель ищет объяснение каждой… Стоп, каждый деталь, можно было бы задать ещё вопрос. Хорошо, а может быть… Что там были? Звязи и цветочки. Зачем завязи отличаются от цветочков? Может быть, отдельно объяснить завязи, отдельно цветочки, их количество? А может быть, в цветочках нужно ещё посчитать количество лепестков, которое там было? Такими словами, а где граница? Может быть, границы нету? Но тот же самый вопрос мы можем задать и по отношению к Рамбам. Рамбам как объяснял? Напомню. Говорит, Рамбам, мы ищем смысл заповедей? Да, конечно, мы пытаемся его объяснить безусловно. Каким образом? Общий смысл заповедей, но не их деталь. Искать объяснения какого угодно – объяснения социологические, объяснения психологические, объяснения аллегорические, объяснения какие угодно мистические, искать объяснения маленьким деталям, мелким деталям заповедей – это абсолютно можно так дойти до абсурда, и не трудно так дойти до абсурда, это абсолютно бесполезное и ненужное занятие. Всё замечательно, но только вопрос – а что считать деталями мелкими заповедями, а что называть самыми заповедями? Может быть, сказать так – заповедь у нас, чтобы был мешкан, чтобы был храм – это заповедь, есть его символика. Что есть символика – место пребывания Шхины, место пребывания Всевышнего в этом мире, как сказано в Медраше, т.е. Всевышний хотел, чтобы у него было место пребывания в Нижнем мире. А всё остальное внутри, а это уже мелкие детали, ну да, есть там светильник, есть там стол, есть там прочее, ну, это уже не нужно объяснять, нет? Или можем сказать – не так. Светильник – это одна заповедь, и стол – это другая заповедь. Значит, мы объясняем светильник в целом и его смысл, стол в целом и его смысл. А вот почему у светильника уже семь ветвей, и столько-то лампад, и столько-то чашек, и столько прочего – это мы уже не объясняем. Или, может быть, пойдём ещё дальше, а может быть… Абарбанель, который объясняет наоборот, он-то хочет объяснять все детали, но кто сказал, что всё останавливается и на цветочках, может быть, и лепестки в цветочках начнём считать. Абарбанель тоже понимает, где это должна быть граница, вопрос в том, где она проходит. Сам Абарбанель озвучил эту проблему в своём комментарии, но только не здесь, а там, где он объясняет строение храма, который построил царь Шломо, пишут он там так. «Мне представляется, что не стоит тщательно искать намёки и аллегории в отношении ко множеству предметов и частных деталей, упомянутых по поводу Мишкана и храма, построенного царём Шломо. Нет особого смысла ни в размерах, ни в форме цветков или чашечек». Вот то, что есть цветки и чашечки – да, а вот уже формы, в которой были эти цветки исходят, а почему они были такие, а не такие, вот в этом уже смысла нет. Ведь указания в отношении каждой из этих деталей имели исключительно практическую необходимость, так как они являлись составной частью общей конструкции. Вопрос Акидад Ицхак – а почему тогда Тура подробно рассказывает, как они выглядели? Это практический вопрос, потому что надо было их сделать так, а не для того, чтобы мы… Так или иначе мнение Абрамонеля и многих других было, что следует стараться искать объяснение хотя бы аллегорическое и деталям заповедей о храме и деталям храмовой утвари, не только самим предметам в общем и целом. В этом ключе попробуем посмотреть, что же Тура говорит дальше, и перейдём уже к 26 главе. Мы закончили с утварью, теперь сам непосредственно Мешкан. Пишет Тура так. «Сделай же светилища из десяти покрывал тонких льняных нитей синей шерсти, алой и пурпурной, и сделай керувов искусной работы» – что это всё значит? Делаем крышу. У Мешкана должна быть крыша. Из чего эта крыша? Крыша будет из покрывал. Покрывало нужно соткать из нитей. Нить делается следующим образом. Она состоит из четырёх составных. Одна, значит, когда скручивается нитка, берётся одна нитка льняная и три вида шерстяной нитки. Чем они отличаются друг от друга? Цветом. Есть синяя, есть алая, есть пурпурная. Три вида. Всё это вместе скручивается, получается одна нитка на три четверти шерстяная, на одну четверть льняная, а потом всё это ещё складывается в шесть раз. Получается, что каждая нитка состоит из двадцати четырёх жил. И вот когда будешь уже ткать, ты должен делать так, чтобы на поверхности ткани была форма керувов, ангелов. Длина каждого покрывала – 28 локтей, локоть приблизительно полметра, а ширина каждого покрывала – четыре локтя, одна мера для всех покрывал, т.е. каждый из этих полос – покрывал, как называет здесь переводчик – должны быть все одинаковые меры – 28 локтей в длину и 4 в ширину. Пять покрывал должны быть соединены друг с другом и пять других покрывал должны быть соединены друг с другом. Т.е. всё это соединяется, сшивается вместе, делается два вот таких вот полотнища, каждый из них имеет длину 28 локтей, а в ширину 4 умножить на 5 – 20 локтей, и сделай петли синей шерсти на краю одного покрывала в конце состава, тоже сделай на конце крайнего покрывала во втором составе. Так, есть два состава или два полотнища, должен сделать петли, и должны быть ещё крючки, которые будут их соединять, и сделай 50 золотых крючков, соедини покрывало друг с другом крючками, и будет свящилище одним целым. Т.е. получается следующая картина. Значит, сам Мишкан был 30 локтей в длину и 10 локтей в ширину – это внутри, без стенок. На первый взгляд, длинное, как вагон здание, но оно разделялось на две части. Внутри было на западной стороне святая святых квадратное помещение 10 на 10 локтей, там был занавес, полог, и сам Мишкан непосредственно был уже более приемлемой для глаза формы с течением 2 на 3, т.е. это был он 20 на 30 локтей. Каким образом он строился? Он строился, как дальше Торо говорит, из брусьев. Брусья представляли собой, из них делались стены, теперь нужно покрыть. Как покрывается? Вот есть эта самая первая крыша, которая делается из шерсти, сотканная из тех ниток, о которых мы говорили, и затем шьются вот эти покрывала. – Получается, что у нас было два покрывала, если Мишкан, как бы он был таким длинным, то два покрывала должны были покрыть его вот такими, как бы покрывало, должно было покрывать его вот так. – т.е. длина покрывала в 28 локтей, она шла поперёк по ширине Мишкана. Мишкан по ширине вместе со стенками был 32 локтя, не по ширине, извиняюсь, по длине, и по ширине он был 10, и плюс ещё стенки отсюда и отсюда – это 12 локтей. Тогда у нас получается, если мы кладём два полога, два покрывала вот этих вот по длине, каждая покрывала по 20 локтей, вместе их 40, получается, что они покрывают всю длину Мишкана, и ещё 8 локтей остаётся, ими закрывается стена, западная стена Мишкана сзади. А с боков, если у нас здесь 28 локтей – это длина каждого покрывала, сам Мишкан вместе со стенками 12 локтей, после того, как покрывается, остаётся ещё 16 локтей, по 8 с каждой стороны, значит, свисает, и с другой стороны тоже вот этот покрывал, оно покрывает не только крышу, но и стены. Поскольку высота Мишкана, высота брусьев, которые использовались для строительства Мишкана была в 10 локтей, то получается, что два нижних локтя, т.е. метр, были, а голены не покрывались этим самым покровом. Дальше сказано «И сделай покрывало из коз, чтобы покрывать святилищ, сделай 11 таких покрывал». Т.е. поверх вот этого покрывала, которое было сделано из шерсти, шерсть имеется в виду овечьей шерсти, после этого нужно было сделать покрывало из коз. Что такое покрывало из коз? Нужно было коз туда укладывать. Раша объясняет имеется в виду из козьей шерсти, т.е. если первое покрывало оно из обычной овечьей шерсти, то второе будет из козьей шерсти, оно должно быть уже больше, длина одного покрывала 30 локтей, если из овечьей шерсти было 28, то это 30, а ширина одного покрывала 4 локтя, одна мера для 11 покрывал, их должно быть не 10, а 11, и соедини 5 покрывал отдельно и 6 покрывал отдельно, и согни 6 покрывало на лицевой стороне шатра, и сделай 50 петель, снова делаются петли, делаются и крючочки, только на этот раз крючки уже не золотые, а медные, а свисающий излишек покрывал шатра, половина излишнего покрывала пусть свешивается на задней стороне святилища, т.е. теперь уже покрывается, если нижнее покрывало, оно покрывало было в 40 локтей, то вот это вот покрывало из козьей шерсти, оно уже 44 локтя, оно уже покрывает намного больше, и по бокам тоже, если первое покрывало было 28, то это 30, стало быть, после того, как свешивается это покрывало и на стенки по бокам, то оно уже покрывает на один локоть больше, т.е. только один из 10 локтей остаётся оголённым. Вслед за этим Торо говорит, а локоть с одной и локоть с другой стороны от излишка в длине покрывал пусть свешивается по бокам святилища с той и с другой стороны, чтобы покрывать её, и сделай покрытие для шатра из красных бараньих корж и покрытие из тахашевых корж сверху, тут уже совсем непонятно, что имеется в виду. Есть у нас уже одно покрывало, которое было сделано из овечьей шерсти, хорошо, сверху ещё одно покрывало из козьей шерсти, ещё одно покрывало, оно из чего? Из бараньих кож и покрытие из тахашевых кож, так какие кожи? Кожи барана или кожи тахаши, тахаши – это животное, которое нам сегодня неизвестно, и мы его идентифицировать не можем, мудрецы и в Талмуде говорят, что это животное, мы его не можем идентифицировать, потому что мы не можем знать, что оно, ибо оно было во времена Амуше, и не существует в наше время, поэтому сказать, что это было – не можем. Раши приводит здесь спор между мудрецами, что имеется в виду? Есть два мнения. По одному мнению. Третье покрывало, оно сделано из красных бараньих кож, а на нём должно быть ещё одно дополнительное, четвёртое покрывало из тахашевых кож. Это мнение Робин Хэнни, причём вот эти вот покрывала были не такие широкие, они не должны были свешиваться уже на стенки, они должны были покрывать только саму крышу, т.е. должны быть узкими, всего лишь в 10-12 локтей ширины. А Робьюда полагает, что это не так, что на самом деле нет четырёх покрывал, было всего лишь три покрывала, только последнее, третье покрывало, его нужно было сшить частично из бараньих шкур, а частично из шкур тахаша. Ну и вот теперь мы подходим уже к стенкам. «И сделай эти брусья для святилища из дерева шитин, стоячие». Во-первых, из брусьев, поскольку мы имеем дело со сборной конструкцией, то она делается из брусьев, отдельный вопрос о том, как они соединялись, об этом Торо подробно расскажет. Второе – они должны быть стоячие, т.е. их не укладывают, так как это принято, например, в русских деревянных избах, а они должны стоять вот так вот, стоя. Но непонятно, что значит «сделай эти брусья». Можно было бы сказать просто «сделай брусья для святилища, стоячие из дерева такого-то». Что значит «сделай эти брусья»? Раши здесь говорит так. То, что здесь сказано «эти брусья», т.е. употребляется там определенный артикль «эй», что это означает? Это означает, что имеется в виду какие-то определенные брусья. «Тобали брусья», – отвечает Раши, – «сделаны из деревьев, специально предназначенных для этой цели». А где взяли эти деревья? Наш братец Яков, когда он прибыл в Египет, то он посадил там саженцы кедров. И перед смертью завещал сыновья, что когда вы будете выходить из Египта, то вы эти кедры спилите и стволы возьмите с собой, идти по пустыне и таскать с собой ещё тяжеленные брёвна, да-да, возьмите это с собой, потому что придёт день, и когда Бог повелит вам построить Ему святилище в пустыне, из брусьев деревянных вот на это и пойдут эти самые деревья. Смотрите, чтобы это было у вас под рукой, чтобы не оказалось так, что в середине пустыни вам будет дана заповедь построить мешкан из деревянных брусьев. А где вы будете искать? В Синайской пустыне брусь, а где вы будете искать брёвна? Нету там деревьев, не растут они там. Поэтому смотрите, с самого начала припасите их с собой и вместе с ними выходите. Дальше Тора объясняет, каким образом скреплялись эти брусья. 10 локтей длина бруса, т.е. он был в высоту 5 м, и полтора локтя ширина каждого бруса. По два шипа у каждого бруса, соответствующие один другому. И так сделай у всех брусьев святилища. Т.е. брус заканчивался двумя шипами, для чего это было сделано, и сделай брусья для святилища, 20 брусьев для южной стороны к югу, и 40 серебряных подножий сделай под 20 брусьев. Два подножия под один брус для его шипов, и два подножия для другого на другой брус под другой брус для шипов. Т.е. для того, чтобы придать устойчивость, прежде всего – самое простое объяснение – делались металлические из серебра подножия. Подножия были полы, и в них было два отверстия. В эти отверстия и вставлялись шипы, выточенные шипы каждого из брусьев. Таким образом брус вставал на своё серебряное подножие. И два бруса сделай для углов, и пусть они будут сомкнуты внизу, и вместе пусть будут сомкнуты кверху – к одному кольцу. Сверху после этого брусья скреплялись кольцами. «И будет восемь брусьев и шестнадцатих серебряных подножий, два подножия под один брус и два подножия под другой брус, сделай засовы из дерева шитим». Теперь как всё это становилось вместе благодаря засовам? Было три основных засова – верхний, нижний и средний. В верхний на каждую стенку два засова. – Эти засовы делались таким образом, на брусьях делались специальные пазы, и в них и вставлялись эти засовы, и они соединяли брусья так, чтобы они не падали, так чтобы они держались вместе. Два засова сверху, два засова снизу, а по центру во всех брусьях было выточено отверстие, и центральный засов проходил через них, через центр, таким образом его не было видно, он проходил внутри, скрепляя все брусья в единую стенку, таким образом всё скреплялось. Аравирш, объясняя символику этого, говорит следующую вещь. Деревья, из которых построено здесь мешкан, они символизируют колено Израиля, еврейский народ, двенадцать колен Израиля, у всех у них есть четыре засова видных, четыре праматери, весь еврейский народ произошёл от четырёх матерей, у всех у них есть один скрытый внутренний засов, внутренний стержень, который держит всё вместе, это символ праотца Якова, который был праотцем всего еврейского народа, от которого произошёл весь народ вместе. Это вот символика и стен, и засовов, которые их содержат. Ну, я думаю, что на это мы вполне можем поставить точку. Спасибо. 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 Спасибо.